добрый день мы сегодня начинаем факультатив по разведывательному анализу данных пар у нас продлится целый месяц целый семестр я очень рада всех вас видеть и я знаю что нас многие сейчас слушают еще мы всех ждем мощно но онлайн трансляция у нас будет всегда доступна так что если вам неудобно вы можете подключаться к нам онлайн давайте мы сейчас у нас будет такая немного вводная часть мы поговорим в целом о курсе как он будет устроен что от нас ожидать что мы бы хотели чтобы вы нам давали как какой мы от вас планируем обратную связь ожидаем от вас обратную связь значит нас будет в этом семестре два преподавателя это я анастасия и вот в виде одну валя его она будет тоже читать примерно половину курса здесь наши имейлы там можно писать но мы все есть в телеграм-чате если вы еще туда не добавились добавлять пожалуйста по ссылке ссылка в лекции лекцию вот эту презентацию вам она уже скинула в чат лекции у нас занятия в принципе будут всегда по пятницам с 17 30 как сегодня первые полтора часа примерно у нас будет лекция потом полтора часа будет семинар если вам интересно у нас на течение есть запись курса прошлого года он немного отличается от того что будет сейчас ну вы можете тоже не знакомиться также наверное все материалы которые мы выкладывали для прошлого семестра они тоже есть в этом чате даже по прикрепленным каком-то прикрепленном сообщении виде архива найдет в этом семестре у нас будет примерно 13 занятий 13 лекций 13 семинаров после каждого занятия вам будет выдана домашнее задание возможно у нас будут квизы это предположительно два квиза такие короткие самостоятельные работы где-то там в середине курса и ближе к концу курса просто чтобы посмотреть насколько хорошо у вас усваивается материал и насколько вы готовы к защите итогового проекта собственно в конце курса нас ждет защита итогового проекта мы про него поговорим еще попозже ближе к делу когда мы наверно во второй половине курса чтобы вам было уже более-менее понятно что вы можете сделать в этом проекте как я уже писала в курсе значит все материалы абсолютно все материалы которые мы будем вам давать презентации скрипты и домашние задания все все что мы будем создавать на семинарах они будут доступны всем слушателям мы обычно это выкладываем в чат значит так же все ссылки лекции записи лекции мы тоже выкладываем в чат в этом семестре мы будем записывать семинары и запись на эти семинары тоже будет доступна значит я бы вас очень попросила прямо с сегодняшнего дня когда у нас особенно будет семинар организовать неким образом свою работу то есть не знаю завести себе какую-нибудь папку отдельную директорию в вашем ноутбуке и сохранять туда все материалы просто чтобы нас вы их не потеряли не запутались как работать на семинаре как в принципе работать с аром и как организовать там свою работу мы подробнее поговорим как раз таки на семинарах и сегодня я надеюсь нам удастся создать некую некое такое окружение для работы в котором вам будет комфортно это делать также я вас очень прошу сохранять все коды работы контрольных работ у нас не будет все проекты в общем все что мы вам даем тоже но это будет вам как в помощь там содержится много какой-то справочной информации сохраняйте пожалуйста тоже до себе так как вам будет удобно также можете задавать вопросы в любой момент меня можно перебивать на занятиях на семинарах вы можете писать в чат личные сообщения общие сообщения на почту общем как вам удобно любые вопросы по ару если что-то непонятно вообще не стесняйтесь пожалуйста задавайте и наша цель здесь просто научиться и разобраться то есть тут никакого морального давления оказано не будет так значит у нас будет домашнее задание как я сказала их будет 13 после каждого занятия у вас будут домашние задания в принципе для того чтобы получить зачет по курсу вам не обязательно там сдавать абсолютно все домашние задания но все-таки домашние задания это для вас как лишняя тренировка то есть невозможно научиться программировать на каком бы то ни было языке без практики у нас будет практика на семинарах но все-таки наличие домашних заданий и его и их выполнение вами это вам же в плюс это лишняя тренировка если вы хотите получить обратную связь какую-то по домашнему заданию по качеству кода там если что-то не получается тоже задавать какие-то вопросы то присылайте пожалуйста домашние задания на почту или в telegram в личные сообщения тому преподавателю который читает лекцию и задает вам собственно это домашнее задание мы будем смотреть и давать вам какую-то обратную связь по коду также естественно по домашнему заданию можно задавать вопросы если что-то не получается мы будем разбирать там семинарах там если какое-то задание будет очень сложным и да я вас прошу если вы присылаете домашнее задание то называйте пожалуйста ваши работы вот по такому шаблону чтобы было понятно с какого вы курса в смысле что мы из этого факультатива что это ваша фамилия чтобы мы в общем не потеряли потому что нам мы ведем не только этот курс а еще несколько курсов чтобы мы не потеряли ваши работы чтобы они до нас точно дошли и точно были проверены а здесь есть просьба сдавать в течение двух недель это тоже ну как бы желательно так делать но никаких санкций для если вы сдадите там позже применяться не будет мы просто постараемся сделать так чтобы проверять их более-менее в течение семестра да так чтобы нам не оставалось этих домашних заданий там все домашние задания в конце семестре тогда вы просто не успеете получить какую-то обратную связь поэтому постарайтесь где-то их присылать если вы хотите от нас какого-то взаимодействия по поводу домашних работ ну там в течение двух недель мы постараемся это все проверять так как я уже сказала нам по курсу необходимо будет защитить проект это на последнем занятии проект в целом выглядит так что вы берете какой-нибудь набор данных потому что у нас все-таки анализ данных любой это может быть ваши какие-то рабочие данные данные вашего курсового проекта дипломного проекта какая-то статья которая вам понравилась и вы хотите что-то проанализировать или все что угодно если у вас нет какого-то любимого набора данных то вы просите мы вам его выдадим есть такой хороший ресурс как кегл там обычно выкладывают всевозможные разнообразнейшие данные биологические экономические популяционные очень много разных направлений можно посмотреть там и выбрать что-то себе по душе но еще раз как бы про проект мы поговорим уже конкретно про данные ближе к делу значит все что вам нужно будет сделать это взять какой-то дата сайта и проанализировать его неким образом применив те навыки работы с аром которые мы получим в течение этого семестра и если вы защитите проект у нас на последнем занятии собственно будет защита и по прошествии защиты вы получите зачет по курсу так значит что же у нас будет вообще в целом на курсе сейчас мы уже переходим к собственно ару и обзору того что будет представлено на нашем курсе значит вообще в принципе весь ар можно разделить на две такие большие области это базовый ар и несколько более приспособленный к анализу разнообразных данных это пакет тай диверс что такое пакет мы поговорим чуть позже пока что мы займемся с вами базовым аром я думаю что вы потом почувствуете разницу между базовым аром и такой вселенной тай диверс которая с помощью которой можно сделать очень много для анализа данных в том числе и визуализация и удобная обработка данных табличного типа но это мы все с вами обязательно попробуем сейчас мы с вами займемся именно базовым аром в принципе наш курс будет разделен на такой пять более менее логичных блоков они будут немного переплетаться друг с другом значит это будет три основные блока манипуляция с данными то есть вы берете какие-то данные вам нужно что-то с ними сделать наверное если вы уже работаете с какими-то данными то никогда не бывает так что вам что-то выдали и она прям идеального качества форма и так далее всегда данные нужно как-то подготовить для анализа и собственно мы поучимся как это можно делать достаточно быстро и воспроизводимо что самое главное дальше обычно к данным задают какой-то вопрос то есть от них хотят что-то узнать из этих данных хотят что-то узнать и если мы что-то узнаем мы хотим еще быть уверены что наш ответ он имеет какую-то достоверность значимость насколько мы можем этому доверять и обычно это делают с помощью применения разного рода статистического анализа и в этом курсе у нас будет блок посвященной статистике также для того чтобы представить ваши результаты некому красивым образом для статьи для курсовой работы для диплома для чего угодно вам необходимо это все дело визуализировать да то есть вы можете описать текстом но все-таки какая-то красивая картинка красивая визуализация она всегда более наглядно и украшает вашу работу в любом случае и варе достаточно мощный функционал для того чтобы создавать иллюстрации создавать визуализации различные мы с вами это все тоже посмотрим значит в этом году у нас еще вот нововведение в виде двух блоков кварта и дашборд это некое такое интерактивное приложение мы с вами получимся создавать интерактивные графики и такие интерактивные дашборды на одном это будет уже примерно в конце курса возможно вам это пригодится когда вы будете готовить какие-нибудь отчеты которые будете презентовать вашим коллегам и они будут еще и не только красивые но и и интерактивные так значит почему собственно ар вообще говоря если мы говорим об анализе данных то вам могут встречаться совершенно разные там приложения разные языки программирования есть там приложение для анализа данных в excel есть приложение для анализа данных каких-то статистических программах сейчас огромное количество возможностей для анализа данных есть в можно реализовать с помощью языка программированный python и я думаю что вы тоже про него слышали но несмотря на это несмотря на то что есть огромное количество всевозможных подходов ресурсов часто бывает так что какой-то функционал более подходящий для какой-то конкретной задачи или не знаю вы работаете в каком-то коллективе который предпочитает работать в том или ином направлении поэтому в принципе если вы занимаетесь анализом данных и погружены в эту тему вне зависимости от направления которым вы занимаетесь будь то биология экономика все что угодно постарайтесь расширять свой арсенал то есть чтобы вы владели разнообразными инструментами и тогда вы будете более высококлассным специалистом более искать более какие-то гибкие подходы и решения и собственно освоение языка r просто расширить ваш функционал как специалиста по анализу данных но не пренебрегайте пожалуйста другими возможностями не будьте языковым шовинистом и узнавайте что-то новое особенно если вы работаете в анализе данных потому что такое направление которое очень быстро меняется развивается появляются новые возможности здесь нужно конечно быть готовым к такому гибкому подходу так значит сегодня в том числе и на семинаре мы с вами собственно познакомимся с самим языком с интерпретатором этого языка и уже поработаем непосредственно с какими-то с какими-то его возможности значит все что нам нужно это собственно скачать себе сам язык и для этого есть просто ссылка он очень легко ставится на любой персональный компьютер под любую операционную систему и мы сделаем это на семинаре это совершенно бесплатный язык он бесплатно распространяется у него открытый исходный код и что самое главное у него такое большое открытое обширное сообщество разработчиков то есть это язык очень живой там постоянно появляются какие-то новые возможности обновления нововведения и так далее и что самое главное есть большое количество чатов форумов и так далее которые будут в которых есть дискуссии по поводу разнообразных там проблем ошибок и так далее поэтому не стесняйтесь пользоваться интернетом еще помимо значит сам ар он нам предоставляет возможность это язык да мы его скачиваем и самар предоставляет нам возможность работать просто в командной строке я не знаю сталкивались ли вы в принципе с работой в командной строке но если мы просто скачаем сам язык вот по этой ссылке то у вас возникнет такое окошко консоль где можно там через клавиатуру забивать какие-то команды и они будут исполняться так можно работать но на самом деле это не такая не очень приятная для работы среда то есть мы там сложно что-то разрабатывать сложно писать какие-то программные сценарии сложные длинные поэтому мы с вами будем работать в ар студио ее тоже можно совершенно бесплатно скачать любую платформу и это одна из сред разработки для языка а это очень такая ну на мой взгляд одна из самых комфортных сред разработки которые которые существуют но опять таки это мое такое субъективное мнение мне она просто очень нравится мы посмотрим как она устроена и попробуем уже сегодня ей попользоваться так значит вот эта совокупность ари ар студио но позволяет достаточно удобно организовывать свою работу мы можем не только выполнять какие-то вычисления операции в командной строке но мы можем создавать целые программные сценарии отлаживать их удобно в удобном формате запускать просматривать результаты работы и все это в одном месте то есть нам не надо будет там скакать между различными программами ар студио позволяет все это сделать в одном месте также можно получить справочную информацию конечно можно воспользоваться интернетом мануалами и так далее где-то извне почитать справочную информацию но сам факт ар студио и его функционал позволяет получить нам какую-то справочную информацию не выходя из ар студио также если мы работаем с какими-то данными то обычно нам хочется их откуда-то загрузить и куда-то выгрузить и ар студио тоже позволяет это легко сделать и работать с большим количеством форматов как входных так и выходных загружать и выгружать можно в совершенно любых форматах в основном мы с вами будем работать с данными табличного типа то есть на мой взгляд это наверное самые привычные данные с которыми мы работаем хотя у ар ар студио есть возможность работать и с джейсонами и с изображениями и с сигналами и с какими-то специфическими файлами созданными для хранения тех или иных данных мы с вами преимущественно будем работать с табличными данными также выгружать результаты обработки когда вы что-то сделали с данными вам хочется сделать табличку записать excel страничку записать картинку в какой-то файл подготовить его для публикации или интеграции в вашу работу это тоже с помощью ара можно легко сделать так значит мы с вами будем организовывать работу следующим образом мы наверное будем создавать проекты и ар студио тоже это позволяет достаточно удобно делать и писать два типа файлов это будет программная сценария мы с вами познакомимся что такое скрипты на аре и попробуем с вами создавать некие отчеты отчеты мы сегодня тоже посмотрим как они выглядят в принципе ар позволяет создавать достаточно такие симпатичные файлы там отчетные и так далее и например вот эта презентация она тоже сделана полностью с помощью ара то есть паре есть возможность при достаточном ловкости умение сделать симпатичные симпатичные документы ну вот например как в этой презентации так значит когда мы будем с вами в принципе работать с кодом у вас вам будут выданы не такие некоторые заготовки чтобы вам было проще удобно работать на семинаре я к вас крайне агитирую добавлять туда комментарии мы посмотрим как это делается комментарии вы можете писать совершенно любые то что вам будет выдано это ваш личный файл вы можете там делать все что угодно пожалуйста не забывайте это комментировать потому что сейчас даже если конкретно в конкретной минуту вам все понятно то обычно там не знаю когда возвращаешься к своему коду там через месяц или через два то может быть чаще всего такое бывает что вы уже не очень помните что и зачем вы делали так значит также мы будем с вами создавать какие-то объекты это будут таблицы картинки и так далее я вас тоже агитирую сохранять это все в отдельных файлах чтобы вам потом было легче просматривать ваши результаты так ну и все это дело мы будем закреплять на семинарах и вот сегодня мы попробуем уже какие-то первые первые шаги сделать в этом направлении так значит первое что мы сделаем с вами на семинаре это мы с вами разберем арт-студио значит здесь мы сейчас не будем подробно разбирать потому что вы сейчас не видите перед собой арт-студио это как лекция по плаванию у нас получится но здесь в виде такой шпаргалки подсказки обзор тех полей пунктов и так далее которые вам пригодятся при использовании арт-студио мы сегодня все это посмотрим не пугайтесь пожалуйста что это такое какое-то приложение с кучей токен вкладок и так далее там все достаточно логично устроено и я думаю что через пару занятий вы уже привыкнете пользоваться арт-студио это у вас не будет вызывать никаких затруднений так значит что у нас будет с вами за основной документы основные документы с которыми мы с вами будем работать значит мы будем с вами писать скрипты и писать отчеты скрипты у нас пишутся в файлах с расширением . r отчеты мы будем писать в файлах с расширением . rmd мы сегодня посмотрим как их создавать там как бы ничего особо сложного особо сложного нет значит зачем вообще это нужно да то есть зачем мы там будем создавать какие-то файлы которые в общем что-то вообще создавать хранить в каких-то файлах потом в них разбираться и так далее вообще говоря в анализе данных ну там в том числе в биоинформатике например есть такая проблема как воспроизводимость данных вы можете там не знаю наклюкать каких-нибудь кнопочек в интерфейсных приложениях сделать что-то там в excel сегодня вы сделали так завтра вы сделали иначе потом вы забыли какие кнопочки жмякали потом там не знаю все обновилась сайт обновился все переделалось вышла новая версия программы вы уже не можете это воспроизвести а когда у вас есть программный сценарий вы не можете сделать ничего иначе кроме как повторить ваш программный сценарий поэтому закрепление ваших всех ваших действий которые вы производили для того чтобы проанализировать данные в программном сценарии это такой первый шаг к воспроизводимости потому что особенно это касается каких-то научных работ когда вы начинаете проект что-то сделали получили какие-то классные результаты и потом хотите не знаю пересчитать их для того чтобы нарисовать картинку отчет или так далее вы это пересчитываете понимаете что у вас уже не те результаты которые вам так нравились и вся ваша значит научная деятельность требует переосмысление так значит в принципе ну здесь такие описаны шаги как вообще работать тоже с командной строкой мы давайте лучше это разберем все на семинаре что такое история и так далее как вообще работать с командной строкой консолью попробуем это все сделать руками непосредственно вар студию а также когда вы сохраняете какой-то программный сценарий вы собственно не забудете что вы делали по сути если вы еще туда добавите комментарии это прям крайне рекомендуется делать еще раз на этом акцентирую внимание то по сути дела это ваш лабораторный журнал если вы имеете какое-то отношение к биологии например то люди которые делают эксперименты они в принципе ведут лабораторные журналы чтобы не забыть свою последовательность действий люди которые занимаются анализом данных работают на компьютере вообще говоря им бы тоже неплохо было бы вести какие-то лабораторные журналы именно для воспроизведения и фиксирование этих программных сценариев это один из способов тоже не забыть что и когда вы делали поэтому крайне настоятельно рекомендую вам все все что вы делаете вне зависимости от того на каком языке программирования вы делаете вообще что чтобы вы не делали для реализации какой-то конкретной задачи фиксируйте все ваши шаги чтобы вы потом могли четко это воспроизвести так значит здесь у нас идут такие шпаргалки того как создавать код как создавать файлы с которыми мы с вами будем работать мы это естественно все посмотрим на семинаре то есть принципе здесь не особо нужно что-то запоминать из лекции на таких технических слайдах мы делаем специально чтобы они у вас остались просто в качестве шпаргалки да когда если вы что-то забудете то посмотрите чтобы вы могли посмотреть в какую-то на какой-то конкретный слайд значит здесь полезная ссылка вот эти желтенькие штучки они кликабельные можно на них клюкнуть и там откроется какая-то ссылка в арт-студио есть горячие клавиши там переход между окнами там ну в общем если кто-то любит горячие клавиши не любит работать мышкой а работает только на клавиатуре то вот горячие клавиши посмотрите там целый огромный список ну возможно будет просто так удобнее работать с арт-студио так ну собственно сам скрипт он выглядит примерно вот так вот вообще вся идея в том что у нас есть командная строка и есть какой-то файл с которым мы работаем в командной строке мы просто можем что-то набирать и исполнять так как я вам показывала если мы просто скачиваем арт он нам предоставляет просто командную строчку арт-студио еще позволяет прям здесь же как бы в одном окне создавать документ куда мы просто фиксируем все 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 наши действия вот видите здесь есть комментарии это когда решетка и так далее там будут комментарии то есть строчки которые начинают с решетки они у нас не исполняются и являются комментариями значит еще один плюс арт-студио в том что значит если мы посмотрим в командную строчку там у нас все буквы синенькие да то есть они все одного цвета там ну как бы такого текст в текстовом формате если мы посмотрим наверх там где у нас есть арт-скрипт то арт неким образом арт-студио подсвечивает те или иные элементы кода так чтобы в принципе это смотрелось более наглядно и нам было бы удобнее читать код то есть не таким сплошным текстом а все-таки он как-то размечен более удобно так что тоже обратите на это внимание так значит это мы поговорили с вами про скрипты или программные сценарии или как хотите их называйте в общем это просто файлы они там текстовые вы можете открыть их в текстовом редакторе с расширением .ar есть еще одни файлы еще одного типа это .rmd такие в общем отчетные файлы мы тоже их с вами сегодня посмотрим выглядят они как такая html страничка которую можно сохранять тоже в разные форматы в pdf док и так далее туда помимо кода можно там красиво вставлять всякие слова с текст какой-то с разным с разным уровнем разным уровнем детализации форматирование и так далее можно вставлять ссылки можно вставлять картинки можно вставлять код и ну мы посмотрим как это все выглядит ну выглядит это все примерно вот так вы пишите слева это пример того как вы организуете свой код в виде markdown там есть специальный язык разметки мы его тоже посмотрим не очень сложный и что вы получаете на выходе видите это достаточно такой размеченный размеченная страничка в тексте и так далее и здесь есть код результат кода то есть вы просто можете идти по вашей работе читать ваши комментарии вставлять туда какие-то заметки наблюдения картинки и так далее и получать более-менее красивый отчет так ну здесь тоже вот мы собственно сегодня с вами как раз начнем работать с markdown посмотрим что это такое и как все это устроено но значит все что я хочу отсюда сказать это что весь этот markdown разделен на такие блоки блоки кода которые называются чанками и ну чанк слово чанк это такая калька с английского наверное корректно по-русски это все таки называть блок кода но для удобства и сокращения мы будем называть их чанками как это все работает как это все устроено мы тоже с вами посмотрим на семинаре что как раз сегодня мы будем с этим непосредственно работать значит здесь тоже несколько слайдов которые просто являются вам подсказками чтобы это все не потерялось то же каким образом можно организовывать эти ваши чанки так чтобы ваш код выполнялся удобно я думаю что когда вы будете пересматривать эту презентацию после семинара вам будет гораздо понятнее о чем здесь идет речь поэтому сейчас мы особо сильно останавливаться на этом не будем чем в принципе хорош вот этот формат отчетов который мы можем организовывать свою работу после того как мы создали за документ в виде кода в виде разметки файл с разметкой специальной нам его нужно сгенерить некоторым образом чтобы у нас получилось вот эта вот красивая размеченная страничка и идея в том что если у вас есть хоть какая-нибудь ошибка в вашем коде то вот эта вот красивенькая страничка не сгенерится то есть если она сгенерится вы знаете что у вас нет ошибок в коде если у вас есть ошибка в коде она вам скажет в какой строчке у вас ошибка что не нравится и как ее исправить то есть у вас не будет такой ситуации что ваш программный сценарий просто вам скажет все у меня ошибка я больше не знаю что делать все я больше ничего не делаю арт-студио устроен так что и вот эта вот идеология маркдауна устроена так что вам всегда будет будут некоторые подсказки вот эти сообщения об ошибках их стоит читать потому что варе они достаточно информативные то есть во всяком случае там в какой строчке у вас что-то не так вам точно скажут но в принципе обычно еще вот это вот сообщение об ошибке оно содержит какую-то более такую содержательную информацию которая поможет вам быстро ее устранить эту ошибку так основные какие-то моменты про маркдаун мы сегодня пройдем на семинаре если вам захочется что-то больше почитать вот тут есть две полезные ссылки там просто мануал к этому маркдауну с примерами с примерами разметки и так далее посмотрите ну мне кажется маркдаун это хорошее решение возможно вам это пригодится так значит как вообще в принципе устроена работа ну наверное только с арома но вообще с компьютерами не знаю как как стоит организовывать свою работу значит мы с вами создадим некое некое окружение в котором мы будем работать и есть всякие команды которые нам позволяют просто сориентироваться где мы показать нашу рабочую директорию создать какие-то директории проверить если какие-то файлы в наших директориях и здесь просто список команд которые возможно вам пригодятся просто их ну общих команд которые помогут вам ориентироваться в вар студию в ваших директориях я уже говорила о воспроизводимости и когда вы будете скачивать допустим ар и ар студию вам предложат какую-то версию языка и какую-то версию ар студию и очень неплохо запоминать эти версии не в смысле запоминать а в смысле знать какая у вас версия стоит какой версии вы пользуетесь потому что от версии к версии и языка и например ар студию у вас может меняться все что угодно допустим ар студию недавно достаточно сильно обновилась там появились всякие новые 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 вкладочки новые новые какие-то файлики и так далее и полезно понимать в каком окружении вы работаете и тоже если это касается вашей работы и вы стремитесь к воспроизводимости то хорошо бы от начала до конца проекта работать на всем чем бы вы не работали единой версии то есть вы начинали на каких-то версиях это не только опять же ара касается любого языка программирования программ внешних баз данных и так далее запоминать эти версии и работать с ними до конца проекта в арии всю информацию про то что с чем вы работаете можно получить с помощью вот одной команды сэшн инфо мы ее сегодня тоже с вами посмотрим так значит я уже сказала что мы будем с вами работать с данными преимущественно табличного типа и как они устроены мы разберем с вами наверное на следующем уже занятии но в целом если мы с вами представим какую-то табличку то там будут столбцы и строчки они могут быть там по-разному наполнены их может быть совершенно разное количество это какая-то такая прямоугольная прямоугольная прямоугольный набор данных из строк и столбцов если мы подумаем что как идеологически устроена таблица то обычно в строчках у нас есть какие-то наблюдения ну не знаю можно школьный журнал представить строчках у нас содержится наблюдение о учениках класса а в столбцах у нас есть некая характеристика этих наблюдений ну например для каждого ученика у нас там стоят оценки по дням по предметам неважно какие оценки можно представить себе пациента в больнице у нас каждая строчка это запись о каком-то конкретном пациенте в столбцах у нас может быть какие-то характеристики не знаю показатели биохимии адрес человека паспортные данные какой-то анамнез не знаю сколько у него домашних животных то есть все что угодно но идеология именно в том что строчках у нас есть наблюдения в столбцах у нас какие-то характеристики этих наблюдений и для того чтобы неким образом корректно работать с этими таблицами ну мы можем представить себе что не знаю если мы возьмем например столбец с каким-нибудь датой рождения каждого человека например в компании или каждого человека с какого-нибудь определенного курса то в принципе столбец даты рождения это будет некий набор одинаковых данных в арии собственно для этого для того чтобы работать с таким набором одинаковых данных придумали такую штуку как вектор и основной тип данных в арии это вектор поэтому если вы не знаете что вы получили с чем вы работаете что подаете на вход и что вам выходит в качестве выхода то скорее всего это будет вектор а в арии это вот самый самый распространенный тип данных и мы с вами сегодня во всяком случае преимущественно будем работать с этими векторами вектора это просто набор набор каких-то элементов но в данном случае мы видим набор чисел как задать этот вектор если мы там нам хочется что-то потестировать и нам нужно просто создать вектор в арии есть много разных способов мы с вами все это посмотрим но вот допустим набор чисел от 1 до 5 это вполне себе вектор от вектора мы можем получить много разной информации на самом деле и самое простое это например узнать его длину например если у нас есть список людей то первое что мы можем узнать это сколько у нас этих людей самая простая характеристика значит я уже сказала что вектор это такой набор чисел но на самом деле в арии это прям основной тип данных и даже когда вы оперируете с какими-то числами это тоже вектора вот например если мы возьмем просто число например 3 то это тоже будет вектор просто у него будет длина 1 вот у верхнего вектора у нас длина 5 и если мы возьмем просто число это тоже будет вектор длины 1 мы с вами разобрали числа но вообще говоря вектора могут быть не только численными они могут быть и строковыми, например, список ваших имен, это тоже вполне себе вектор. Единственное, тут такая есть опасность, когда вы работаете вообще с векторами. Идеология в том, что вы все ваши данные, с которыми вы оперируете, кладете в некие переменные, мы сегодня тоже посмотрим, что это такое, и если вы вдруг забыли, как называется ваше переменное, и хотите создать еще одну такую переменную, то R вам просто ее перезапишет и ничего не скажет. Например, когда вы пытаетесь создать какой-то документ, текстовый документ, что-то там делаете и пытаетесь его сохранить под именем, который уже существует в этой директории. Вам обычно операционная система предлагает, вы точно хотите сохранить этот файл, который уже есть, и перезаписать его. И тут вы либо соглашаетесь, потому что вы так и хотели, либо вспоминаете там, о господи, да, у меня уже был такой файл, я не хочу терять эту информацию, и называете ваш новый файл как-то по-другому. Вот варе он вам никогда ничего не скажет, он считает, что если вы решили перезаписать, то это ваше взвешенное взрослое решение, и он перезапишет все ваши переменные, ничего вам про это не скажет. Давайте здесь еще кое-что разберем. Значит, я уже говорила, что какие-то данные мы там записываем в переменные, вектора записываем в переменные. Ну, собственно, что здесь происходит? Мы задаем имя переменной, это x, например, и кладем в x двойку. То есть кладем в x вектор длины 1, значение его 2. Тоже по поводу названия переменных, если вы будете называть ваши переменные там x, x1, x2, x3, xlast, xlast of the last и так далее, то, что же касается и файлов, то вы быстро в них запутаетесь. Поэтому что переменные, что файлы, особенно если это какой-то большой проект, нужно называть так более-менее говорящие, чтобы вы хотя бы понимали, о чем это, и не запутались вот в этих там, если вы будете 1, 2, 3, вы просто в какой-то момент запутаетесь в числах, и как раз-таки можете перезаписать то, что вам жизненно необходимо, и утерять какие-то данные. Значит, если мы в x положили двойку, а потом захотели положить пятерку, R это просто сделает. Никаких ни ворнингов, ни эроров, ничего не будет, никаких предупреждений, он просто перезапишет, и как бы так и надо. Так, если вы сталкивались уже с каким-то языком программирования, например, с питоном, вы знаете, что есть такая штука, как индексирование, то есть узнавание номера элемента. Вот в питоне индексирование идет с нуля, в варе оно идет с единицы. Если вы не сталкивались с никаким языком программирования, просто запомните, что индексирование идет с единицы, но те, кто уже сталкивался, наверное, будет такой, в общем, надо запомнить, что индексирование идет с единиц. Так, значит, сегодня у нас такое занятие больше ориентированное на вектора, потому что, как я уже сказала, это основной тип данных. И в варе есть огромное количество способов, чтобы эти вектора задать каким-то способом. функцию c мы уже посмотрели, то есть с помощью функции c можно задать вектор. В c можно засунуть все, что угодно, то есть написать лапками числа, буквы, все, что угодно, строки. Это от concatenate. Все, что мы написали в эти функции, он нам объединит в один вектор. То есть когда вы используете функции, это вот, наверное, наша первая теперь функция, все, что вы задаете, вы пишете в круглых скобочках. То есть сначала мы пишем название функции, затем круглые скобочки, и в круглых скобочках мы пишем все, что хотим передать этой функции. В данном случае мы хотим передать ей три числа, 1, 2, 3, мы указываем их через запятую и получаем вектор. Причем в данном случае вектор мы не записываем ни в какие переменные, мы просто его получили и вывели. Ну вот мы можем положить вектор в переменную. Здесь мы получили набор чисел 1, 2, 3. На самом деле такое достаточно часто нужно, когда нам нужно получить, например, последовательность чисел от единицы до 100, например, для каких-то наших, не знаю, для чего бы то ни было. Если мы будем с помощью си писать 1, 2, 3, 4, 5 и так далее до 100, это достаточно такое муторное занятие, поэтому мы можем просто написать первое последнее значение, и с шагом единицы нам создастся такая последовательность числа. в Арии очень много способов вообще работать с таким набором каких-то объектов, и, например, если у вас есть несколько векторов, их можно достаточно легко объединить, причем используя для этого разнообразные способы вообще работы с векторами. вот у нас уже был х, который 1, 2, 3. Мы туда добавили еще 5, 6, 7. И, как вы видите, наш х просто перезаписался. Ну, как мы уже говорили, никаких проблем с этим нет. Про последовательности мы тоже с вами поговорили. Через двоеточие можно задать любую последовательность с шагом единицы, задав первое и последнее число необходимой последовательности. Если нам нужно получить работа с последовательностями, она еще работает и в отрицательных числах. Так, если нам нужно получить какую-то более сложную последовательность, шагом 2 или шагом 3, какую бы то ни было, или определенной длины, есть функция сек. Мы ее тоже разберем сегодня на семинарах и как она устроена. Ну, вот с помощью нее можно создавать какие-то более сложно устроенные последовательности. Можно создавать повторяющиеся последовательности. Это тоже частенько нужно для какого-то анализа. Для создания повторяющихся последовательностей разным способом устроенных, заданных. У РЕП, в функции РЕП, есть соответствующие настройки. Ну, здесь тоже такой пример наиболее основных настроек. Мы разберем это тоже на семинаре. Наверное, нет смысла сейчас просто зачитывать мануал. Значит, часто нам нужно выбрать какие-то случайные числа. Случайные числа можно выбрать разными способами. Зачем это может быть нужно? Ну, например, у вас есть какой-нибудь большой набор данных, и вам нужно отобрать из него какое-то количество строк, чтобы что-то потестировать. Или вам нужно создать какую-нибудь репрезентативную выборку поменьше из какого-то большого набора данных. как создавать подвыборки, репрезентативные выборки. На самом деле, это тоже такая целая наука. Но самый простой способ это просто взять какие-то случайные строчки, например, из наших данных. В общем, чтобы сгенерить что-то случайное, есть функция sample. Мы просто задаем ей диапазон, ну, например, нам нужны числа от единицы до 30 случайным образом. И нам нужно 10 таких чисел. Более того, можно делать это с повторением и без повторения. Либо нам нужно просто сгенерить какие-нибудь числа или данные для того, чтобы проверить какую-то нашу гипотезу, потестировать что-то, потестировать какую-то идею на вот таких симулированных данных. Ну, я думаю, если вы вдруг занимаетесь машинным обучением, или собираетесь этим заниматься, то случайный набор всяких случайных значений там тоже играет большую роль. Вот здесь несколько примеров. Значит, единственный такой момент, что как в принципе получаются эти случайные значения в ваших вычислительных машинах, существует некий генератор псевдослучайных чисел, и с помощью него генерируются, собственно, вот эти случайные числа. Значит, если мы с вами запустим, я запущу команду, вот эту команду, и вы запустите точно такую же команду, мы никогда с вами не получим одинаковый набор чисел. То есть, они будут с вами невоспроизводимы, потому что ваш генератор псевдослучайных чисел начнет отсчет с какого-то одного места, мой генератор псевдослучайных чисел начнет отсчет с какого-то другого места. Поэтому, если что-то касается случайности, которая, вообще говоря, хочется, чтобы была воспроизведена, то нужно задавать единую точку отсчета. И в Арие есть такая функция, как setSeed. Все это мы задаем вот эту вот точку отсчета. Там внутри может быть все что угодно. Вы можете написать 1, 2, 3, вы можете написать ваш номер телефона, вы можете написать, не знаю, почтовый индекс или просто рандомный набор скольки угодно. Честь цифр. Главное, чтобы с тем, для кого вы хотите воспроизвести ваши данные, у вас был одинаковый, одинаковый вот точка этого SID. Более того, если вы запустите ваш код один раз, а потом захотите воспроизвести ваши данные и запустить ваш код другой раз, то при отсутствии вот этого SID у вас получатся другие данные. То есть вы даже свои собственные вычисления никогда не воспроизведете, если у вас есть какое-то что-то случайное в ваших исследованиях. Поэтому установка от этого SID она гарантирует вам воспроизведение ваших результатов. помимо того, что можно просто задать какой-то диапазон и как-то случайно из него набрать, вам может пригодиться набирать данные из распределений. Это нам конкретно очень пригодится в блоке по статистике. И здесь просто функции как нам набрать данные случайным образом из какого-то распределения. Так, теперь, значит, мы с вами говорили, что вот есть там функция C, есть функция C, есть функция REP и так далее. Как вообще с этими функциями работать? То есть у нас были какие-то примеры, мы уже обсудили, что есть круглые скобочки, туда там что-то писали, через запятую, не через запятую, когда мы обсуждали какие-то рандомные случайные значения внутри еще чего-то было напихот в этих функциях. Давайте мы немножко подробнее разберем, что здесь происходит. Значит, в принципе, если вы делаете какое-то действие, с чем бы то ни было, вы используете функцию. Это может быть любая функция. Вот уже, не знаю, за первый час мы просмотрели достаточно большое количество этих функций. У каждой функции есть свой синтаксис, как ее запускать, для чего она нужна. И, в принципе, если вы много работаете с языком, то какие-то основные функции вы просто запоминаете, как их писать, какой там синтаксис и так далее. Но я всегда против того, чтобы вызубривать названия функций, их аргументы, значения по умолчанию и так далее, и так далее, потому что это всегда можно посмотреть. Главное, понимать, что вы хотите сделать, и для того, чтобы это реализовать, найти какую-то соответствующую функцию. В Arie, в Arie Studio, как я уже говорила, много возможностей получить эту функцию. И, например, в Arie Studio мы сегодня посмотрим, там прямо есть вкладка, которая называется Help, и там вы можете все посмотреть. То есть про любую функцию не стоит вызубривать ее, это не очень имеет смысла. Значит, что вообще в этих функциях есть? Ну, в функциях есть название, вот, например, R-Norm. Это получить, давайте, у нас на предыдущем слайде это было какое-то количество случайных чисел из нормального распределения. Ну, что вообще хочется в первую очередь задать? То есть нам нужно понять, сколько мы хотим этих чисел получить. Ну, допустим, нам нужно 100 чисел. Ну, и вот есть аргумент N. Вместо N мы подставляем наше искомое необходимое нам число элементов. То есть если нам нужно 100 чисел, случайных чисел из нормального распределения, мы вместо N подставим 100. Дальше у многих функций, не у всех, но у многих, есть разного рода параметры. Ну, например, у функции R-Norm этих параметров два. Если мы говорим о нормальном распределении, собственно, это параметры нормального распределения. Это среднее и стандартное отклонение. Часто для параметров нужно непосредственно указывать значение этих параметров, потому что иначе функция не будет работать. Но в данном случае у нас есть значение по умолчанию. Значение по умолчанию это среднее, но и стандартное отклонение это один. А почему это так, кстати, кто-нибудь знает? Как это называется? Когда это нормальное распределение со средним 0 и стандартным отклонением 1. Это стандартное нормальное распределение. Обычно, ну, вот этот колокол, вы, наверное, видели такой в всяких статьях и популяционных особенно исследованиях. Колокол это вот нормальное распределение. Если у него среднее 0 и стандартное отклонение 1, это называется стандартное нормальное распределение. И эти значения, они у нас являются значениями по умолчанию. Мы можем задать какое угодно значение. Мы хотим там, не знаю, среднее 20, стандартное отклонение 3, какое угодно. Ну, мы можем это задать с помощью использования соответствующих параметров. Собственно, в вкладке help, если вы забьете туда какую-нибудь функцию, то там будет перечисление всех параметров функции и главное значение по умолчанию. Вообще, есть они там, нет их там. Поэтому стоит, если вы какую-то новую функцию осваиваете, просто ознакомиться с вкладкой help и посмотреть, что вообще внутри в этой функции лежит. Ну, вот здесь, как я уже говорила, если мы хотим задать какие-нибудь другие параметры, другие значения параметров, то вот это с легкостью можно сделать. Также, вот, обратите внимание, что везде, где есть что-то случайное, потому что отобрать сколько-то чисел случайных из нормального распределения, это тоже такой элемент случайности. Поэтому я везде указываю сид. То есть, если вы у себя воспроизведете ровно вот эту же команду, вы получите ровно вот эти же числа. Если вы поменяете сид, напишите не 1, 2, 3, а 12, например, и снова это воспроизведете, то вы получите уже другие числа. Ну, мы опять же сегодня это попробуем. Значит, R вообще так устроен, чтобы идея в том, чтобы минимизировать написание кода, и вы можете, если используете какие-то параметры, писать имена этих параметров, имена, то есть параметр min, это среднее, и вы в параметр min подставляете значение 1. Вы можете эти имена не писать. Не во всех функциях это работает, но в данном случае функция R-норм устроена так, что всегда первое значение это количество чисел, которые мы хотим брать, второе значение это среднее, третье значение это стандартное отклонение. Поэтому, в принципе, имена параметров можно написать. Другое дело, что возможно, это не очень хорошая идея, потому что вы можете вообще говоря забыть, что это за параметры, и несмотря на то, что у вас будет код немножко длиннее, но вы всегда будете просто физически видеть, что это за параметры. я постоянно забываю синтаксис всяких функций, и в коде просто глянуть на название параметров, это уже облегчает чтение, во всяком случае, вашего кода, и вспоминание того, что вы имели в виду. Так, значит, мы говорили, что вектор это данные одного типа. А какого типа вообще? Что такое тип данных? о чем это вообще? Как это понимать? Ну, например, мы можем в вектор положить какие-то числа. Это мы уже делали. Как мы помним, для того, чтобы положить в вектор какие-то числа есть много, множество каких-то способов. Ну, давайте мы положим не целые числа. Кстати, разделитель разрядов в варе это точка. Обратите на это, пожалуйста, внимание, потому что в Excel, например, это запятая, и иногда бывают некие несостыковки. В общем, в варе разделитель десятичных разрядов это разделитель разрядов это точка. И мы хотим понять, какой тип данных, какие вообще они бывают. Для того, чтобы что-то понять, вообще что-то узнать про объект, в варе множество функций, например, чтобы узнать тип, можно спросить type of. Значит, что здесь вообще происходит? В переменную x мы положили нецелые числа, набор нецелых чисел и хотим узнать, что мы вообще создали, что это такое. И арт нам говорит, что это double. Double или numeric это тип данных нецелочисленных. Так, ну вот тут мы создали еще один вектор и он тоже сказал, что это double. double. Здесь он нам объединяет целые числа, тоже вектор с типом double. Если мы в одном векторе подадим и целочисленные, и нецелочисленные, то у нас все равно будет double. Значит, бывают такие случаи, когда у нас не может быть в принципе нецелочисленных данных. То есть, например, с помощью функции вот этой вот двоеточия создания последовательности, она нам по умолчанию всегда создает последовательность от какого-то числа до какого-то с шагом единицы. Она по-другому не работает. Вот если у нас будут только целочисленные значения, то тип будет integer. А если на такой же диапазон состоит через вектор, это будет такой? Да. Ну, это тоже вектор. Но если вы такой же диапазон состоите через c, без двоеточия через запятую, например, то это будет так. Можно создавать не численные данные, а логические. Это всякие true, false и так далее. Ну, и не так далее, а true и false. Это будут логические вектора. Ну, и как мы сказали, можно сделать строковые вектора. То есть, элементами вектора у нас будут буквы, слова, ну, в общем, что-то из букв. и это будут строковые вектора. Так, вообще говоря, ну, кто нам запретит взять и засунуть в один вектор данные разного типа? Ничего такого, мы можем написать, допустим, несколько логических элементов и несколько численных. и он нам почему-то скажет, что это double. Не логический, а double почему-то он решил. Что он вообще сделал? Куда он делал логические элементы? True и false. Если мы распечатаем этот вектор, то есть, посмотрим, что же у нас лежит в этом иксе, мы увидим, что false он заменил на 0, а true он заменил на 1. Значит, R устроен так, что у него по умолчанию вектора это данные одного типа. Вот как-то не крути, вот все должно быть одного типа. Нельзя засунуть половину логических, половину буквенных, половину численных так, чтобы R распознал, что ага, вот эти элементы у меня буквенные, вот эти численные, вот эти логические. Если мы такое сделаем, то есть, написать мы можем все, что угодно. Если мы такое сделаем, R постарается привести все наши элементы вектора к тому типу, которую он может. Ну, false и true он преобразует следующим образом. False он всегда переводит в 0, true он переводит в 1. Соответственно, если мы перевели что-то в числа, то вполне себе мы можем сказать, что наш вектор это double. такую ситуацию мы уже видели, мы взяли целочисленное и нецелочисленное, он тоже сказал, что это double. Более того, если мы это распечатаем, то вы видите, что он все числа переписал как нецелочисленные, то есть, даже к единичке он добавил точка 0, чтобы все элементы были одного типа. Если мы засунем вообще все, и числа, и буквы, и логику, в смысле логические переменные, то он нам все сделает буквами. То есть, вот эта единица, которая у нас тут была, она тоже станет буквой, в смысле строкой, не буквой, а строкой. Чтобы понять, что это строка, R в двойных кавычках элементы помечает. В общем, итог в том, что мы можем написать все, что угодно, но в таком случае R постарается сделать так, чтобы все равно в любом случае данные оказались одного типа. Можно искусственно их преобразовывать, например, если мы задали логический вектор, и хотим, чтобы теперь это были не слова false true от цифры. То есть, мы прям хотим этого. Мы можем сказать, сделай теперь нам этот вектор численным. Ну, пожалуйста. также есть функции as logical, что там, as character и так далее. То есть, как, что бы то ни было. Теперь, значит, мы с вами сказали, что вот вектор это последовательность чего-нибудь там. 1, 2, 3 это вектор. у ара, у всех элементов, в принципе, есть такая штука, как имена. У элементов вектора могут быть имена. Если мы просто создаем вектор любым способом, который мы уже знаем, то у нас не будет имен никаких. Это просто у нас последовательность чего-то, набор каких-то, набор каких-то элементов. Численность, строково, неважно. Чтобы проверить, есть ли у нашего объекта имя, есть функция names. Давайте мы посмотрим, вообще, что такое эти имена, вообще, откуда это все взялось. Все, чего нет, мы можем назначить, задать. Нет у нас значений, мы можем их прописать. Нет у нас вектора имен, мы можем их назначить. Но это делается следующим образом. Если у нас есть функция для вызова чего-то, чего-чего-то, и она пустая, мы можем в эту функцию положить какой-то вектор, и теперь она будет не пустая. В данном случае у нас не было имен, стали имена. Имена обычно пишутся сверху от содержания объектов. Ну вот, смотрите, мы дали ABC имя, и теперь помимо того, что у нас есть вектор из единицы двойки и тройки у каждого элемента вектора есть еще имя. Ну, это иногда удобно. Мы посмотрим на это. Что мы делаем? То есть второй вектор сминаем? Второй вектор сминаем, да. То есть список имен это тоже вектор. Все, что варит, это все вектор в любом случае. Как это удобно? Значит, теперь мы можем, вот у нас есть такой конструкт, и теперь мы можем к объектам обращаться по значениям и по именам. Так, значит, если мы берем какой-то вектор, то у него всегда есть значение, если он не пустой. Ну, в данном случае у нас было один, два, три, то есть было три элемента со значениями у первого элемента, значение единицы, у второго двойка, у третьего тройка. Индекс или порядковый номер. Мы сказали, что вот это вот индексирование у нас начинается с единицы, то есть вот эта вот единичка у нас будет первым элементом, двойка вторым элементом, тройка третьим элементом. Более того, если вы посмотрите на, допустим, первую строчку, где у нас такая единичка в квадратных скобочках, это как раз индекс. То есть у нас строка начинается с первого элемента. И имя. Имя, как мы поняли, может быть пустым. Вот мы создавали вектора, сколько мы их не насоздавали, у нас они не несли никакого имени, и вектор с именами может быть просто пустой, они могут быть не заданы, и в этом ничего ужасного нет. Так, теперь всякие мы можем делать операции с векторами, да, то есть мало того, что, ну хорошо, мы их там назадавали, какие-то последовательности, наборы, каких-то букв, чисел, чего бы то ни было мы наполучали, что с этим всем делать? Ну, вообще говоря, все мы это получаем, чтобы как-то это преобразовывать, что-то с этими векторами делать, каким-то образом их анализировать. Ну и, собственно, в арии с векторами можно делать всякие полезные, интересные штуки. Давайте мы просмотрим сначала самое простое, что можно делать с векторами, это какие-то математические операции, например. Ну, мы создадим простой вектор, численный, и прибавим к этому вектору число 3, то есть мы к одному вектору длины 5 прибавляем еще один вектор длины единицы со значением 3. R так устроен, что большинство его функций векторизированы. Что это значит? Это значит, что если мы прибавляем тройку, то она добавляется к каждому элементу вектора. Нам не нужно городить никаких чиз, циклов, писать, что там сначала возьми первый элемент и прибавь к нему тройку, потом возьми второй элемент и прибавь к нему тройку. Этого ничего делать не нужно. Мы сразу берем вектор, и к нему каждому элементу вектора прибавляется в данном случае тройка. Хорошо, давайте создадим еще один вектор такой же длины и возьмем и сложим их. Как это все будет работать? Значит, вектора у нас одной длины и происходит следующее. К первому элементу первого вектора добавляется первый элемент второго вектора. Ко второму элементу первого вектора добавляется второй элемент второго вектора и так далее. Ну вот тут некая иллюстрация, ситуация, которая происходит. Значит, в данном случае мы прибавляли, на этом примере мы прибавляем четверку, да, и она прибавляется к каждому элементу. Здесь мы берем два вектора одинаковой длины и при их сложении вот у нас элементы попарно складываются. Хорошо, значит, где-то у нас был вектор вектора одинаковой длины. Если мы возьмем вектора разной длины, что у нас получится? Вектора разной длины, они могут быть тоже разной длины по-разному. Значит, вектор меньшей длины, он может быть по длине кратен вектору большей длины или наоборот, но не важно. И тогда, когда у нас закончится первый вектор, а второй еще останется более длинный, ну, в данном случае у нас первый более длинный, значит, прибавляем второй вектор точно по такой же схеме, первый к первому, второй ко второму, и тут у нас второй вектор заканчивается, а первый еще не закончился. Ну, и тогда он снова как бы зацикливается, и опять первый элемент прибавляется уже к третьему элементу, второй элемент прибавляется к четвертому элементу. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, если у нас вектора еще не закончились. Есть всякие функции, там, возведение в квадрат, отрицание и так далее, тут, ну, как бы, я-то, наверное, ничего такого сложного нет, их просто нужно запомнить. Так, теперь, значит, мы с вами вот что говорили. Вот на этом примере мы говорили, что если вектора кратной длины, то у нас все как бы сложилось, да, то есть у нас длина четная, четная, как бы там, 2 к 4, вот он, короткий вектор, ровно два раза уложился в вектор длины 4. А если у нас не кратные вектора, вот мы возьмем 5 и 2, если мы по нашей схеме будем их складывать, то в конце концов у нас сначала второй вектор более короткий будет заканчиваться и снова прибавляться, и потом в какой-то момент у нас первый более длинный вектор закончится, а второй еще не закончится. В этом случае, собственно, ничего страшного не произойдет, ну, как бы, ну, как сложился, так и сложился. У нас все равно будет объект длины самого длинного вектора. Единственное, что R в этом случае нам выдаст ворнинг, он нам скажет, что длина, вообще говоря, не кратная. Если вы так и хотели, то очень хорошо, если нет, то я вас предупреждал. Значит, ворнинги — это не эроры, то есть эрора — это ошибка, при которой прекращается полностью выполнение кода. Ворнинг — это какое-то предупреждение. Мы должны его прочитать, в принципе, иногда они бывают как бы не то, на что стоит обращать внимание, и мы так и хотели. Иногда действительно что-то идет не так, и вообще все, что Ара вам пишет, это полезно читать. Теперь можно что-то сравнивать. Нам это потом очень сильно пригодится для фильтрации данных. Если вы представляете себе таблицу, которую вам дали, такие сырые данные, такая первичная таблица, обычно вам хочется что-то из нее отобрать. Более того, вам хочется из нее что-то отобрать по какому-нибудь условию. Например, вам нужны люди старше 60-ти или моложе 18-ти. Вам нужны только женщины, или среди домашних животных вы выбираете только собачек. Вам нужно это все сравнить, вам нужно наладить какую-то фильтрацию. Значит, в Аре есть просто операторы для этого, да? Для этого. Ну, например, вот нам хочется отобрать что-то больше 4. Значит, давайте посмотрим, что здесь происходит. У нас есть численный вектор. Мы его сравниваем с 4. Мы спрашиваем, какие элементы вектора х больше 4. И он нам говорит, так, первый элемент не больше 4. Он нам говорит false. Второй элемент не больше 4. Он нам говорит false. false и так далее, и так далее. Он доходит до пятого элемента, пятерка больше 4. Он нам говорит true. То есть он берет значение каждого элемента и сравнивает его вот с этой четверкой. И на выходе у нас логический вектор. То есть у нас на входе вектор численный, на выходе у нас тоже вектор, только он логический. Такой же длины, как был наш численный. Можно смотреть строго больше, можно смотреть больше либо равно. Ну, в данном случае, как бы, тут у нас попадает еще четверка, потому что у нас неравенство больше либо равно. Так, теперь, значит, отрицание. Это восклицательный знак равно, то есть какие элементы х не равны четырем. Тут тоже логический вектор. Если мы хотим наоборот, то, что равно четырем, то это равно-равно. Значит, не будьте, пожалуйста, равно и равно-равно. Когда равно, это мы что-то присваиваем, насчет этого мы еще поговорим. А когда равно-равно, это мы спрашиваем, равно ли. Иногда нам хочется что-то в векторе поправить, да, помимо того, что мы его сгенерили, мы его можем пофильтровать, нам хочется что-то поправить. Ну, например, не знаю, в наших пациентах оказалось, что там какому-то пациенту 200 лет, например. Ну, наверное, это что-то не так там. Наверное, когда вносили эти данные и указали лишний ноль, например, да, ему на самом деле не 200, а 20. Ну, и нам хочется переделать, поправить. Ну, элементы вектора, можно обращаться к ним конкретно и менять какие-то значения. Значит, ну вот мы хотим, чтобы в x в нашем векторе элемент нашего вектора со значением 2 был заменен на 12. То есть здесь функцию replace мы подаем вектор, спрашиваем, то есть вот это сравнение, которое мы с вами обсудили, оно внутри функции, мы спрашиваем, есть ли элемент вектора, который равен 2, получаем логический вектор, отбираем только true и заменяем на 12. Есть такой хороший оператор, как in, когда мы можем сравнить с чем-то, один вектор с другим. Кстати, может быть, Лиза, это ответ на ваш вопрос? Когда мы сравниваем вектор какой-то длины с другим. Вы это хотели, наверное, узнать? Да, наверное, да. Наверное, да. Мы все равно получим логический вектор длины вот этого x. И он нам про каждый элемент скажет, равен ли он единице или четверке. Ну, я не совсем это имела в виду, я именно по элементу... Ну, у нас, знаете, получается, что первый элемент вектора сравнивается с первым элементом второго вектора и сравнивается потом со вторым элементом вектора. Ну, да, я приемлема в виду как у ка. Не, он каждый с каждым, то есть каждый вот так с каждым. Ну, понятно. Так, и по поводу равно, равно и равно. Если мы скажем, x равно четырем, он нам перезапишет, и у нас в векторе просто будет четверка. У нас был там красивенький вектор из каких-то чисел, тут мы написали равно, вектор нам перезаписался, опять же, ничего нам не сказал. Так, теперь, значит, есть такая штука, как срезы. Это как раз фильтрация вот каких-то табличных данных. Когда мы доберемся до табличных, это нам пригодится. Ну, например, мы хотим там от вектора взять первый элемент. Значит, если мы хотим обращаться к элементам вектор по индексам, то есть по их номерам, нам все равно назначение, нам все равно на имена, мы хотим обращаться к номерам, то есть к индексам. Мы хотим хочу первый элемент. И этот первый элемент у нас будет в квадратных скобках. То есть в квадратных скобках у нас будет тот же индекс, те же вектора, но с набором уже не значений, а индексов. Ну, и идеология тут совершенно такая же. То есть мы в эти квадратные скобки мы тоже подаем вектор, только это будет уже вектор индексов. Мы можем взять первый элемент, третий элемент, первый, пятый, второй, семнадцатый. То есть задавать эти вектора индексов мы можем совершенно по-всякому. Там, взять каждый второй, например, или каждый четный, ну, в общем, как угодно. для этого мы, собственно, все вот эти способы задания векторов отобрали. Так, ну и здесь тоже в качестве споргалки вам то, каким образом это можно делать. Единственное, обратите внимание на отрицательные значения. Мы можем, допустим, захотеть взять без чего-то. Мы хотим удалить там первый элемент или удалить пятый, семнадцатый элемент, потому что они нас по каким-то причинам не устраивают. Тогда мы работаем с векторами с отрицательным значением. Так, теперь мы с вами говорили, что, значит, если мы сравниваем наш вектор с каким-то числом и говорим, что там больше чего-нибудь, он нам выдает логический вектор. Ну, хорошо, допустим, у нас этот вектор длины там тысячи, но мы сравнили его с каким-то числом и что мы с этим будем делать? Возможно, мы хотим не просто сравнить, а отобрать значение вектора, который больше, чем что-то или меньше, чем что-то и так далее. И тогда мы вот этот логический вектор засовываем в место, куда мы можем указать индексы, то есть в эти квадратные скобочки. В данном случае из верхнего сравнения функция нам отберет только true, здесь у нас три значения, и эти индексы выведет нам в консоль. Таким образом, мы отобрали среди икса все элементы, которые больше десяти. Можно несколько условий, там, вот видите, у нас тут больше либо равно пяти и меньше десяти. Значит, с помощью оператора как-то апперсент мы можем объединять условия. Мы можем разделять условия, значит, апперсент это логическое и, вертикальная палочка это или. Ну, наверное, это стандартный, стандартный способ задания. Так, и мы еще говорили про замену, да, мы, значит, с вами заменяли элемент по значению, то есть мы говорили, найди-ка нам элемент со значением 2 и замени его на что-то. Мы можем теперь обращаться к элементам вектора по индексу. Мы говорим, найди-ка нам элемент номер 2, то есть второй элемент, мы не знаем, чего там, какое значение, но мы знаем его номер. И замени нам его на 100. То есть к элементам, к вектору, к элементам вектора можно обращаться, в данном случае мы уже посмотрели, как это сделать по значению и посмотрели, как это сделать по индексу. Такая же история с именами. И здесь мы задаем уже не номер, а имя. То есть тут все то же самое, только про имена. Соответственно, если у нас нет имен, мы не можем так работать, поэтому просто в векторе у нас по умолчанию нет имен, мы его сверху задали, такой достаточно сложной функции, но мы ее разберем. Ну, это то же самое, те же самые срезы, отбирания по именам вектора. Так, дальше здесь есть список полезных функций. Я думаю, что мы их тоже разберем на семинаре, посмотрим, как они работают и останутся здесь у вас в качестве шпаргалки. Так, теперь тоже такой, такой последний у нас небольшой блок остался про то, как вообще, не знаю, работать с переменными. Мы тут говорили, что мы создаем вектора, эти вектора мы можем класть в переменные и так далее. Вообще, если у вас какой-то такой долгий проект в Варе, то есть вы что-то анализируете, что-то делаете, вы этих переменных можете насоздавать целую кучу. В Варстудию достаточно удобно смотреть список переменных просто глазами, но опять же, если у вас их очень много, не всегда бывает это удобно. Поэтому вы можете список переменных просто вывести и работать с этим списком переменных, ну, как с тем же вектором, по сути. Что значит работать? Ну, самое простое, вы можете удалять переменные. Если у вас там их накопилось большое количество, вы можете переменные удалять. Удалять переменные и штука полезная, потому что арт все хранит в оперативной памяти. Такая вот неприятность. Про название переменных. Я вам уже говорила, что стоит все-таки называть эти переменные более-менее говорящие, но есть конкретные правила, которые нужно соблюдать при работе с переменными варе. Как они должны называться? Ар не любит, когда переменные называются с цифр. То есть мы не можем назвать переменную единица или 1х. Мы можем назвать ее х1, х2, х3. Название переменных не может содержать пробелы. И вообще, в принципе, использовать пробелы в названии чего бы то ни было не очень хорошая идея. Вместо пробелов вы можете использовать значок нижнего подчеркивания. То есть, в принципе, если вы работаете на кластерах в Linux, то называть, допустим, файлы с пробелами тоже не очень хорошо. Значит, специальные символы, всякие плюсы, минусы и так далее тоже не надо называть в переменах. То есть нельзя назвать переменную, а плюс 1. И есть некие резервированные слова. Вот мы уже с вами смотрели true и false. Это слово, но оно как бы не просто слово, оно зарезервировано для обозначения как бы правды и неправды. То есть логический, логическая ноль, логическая единица. Ну и на самом деле таких слов достаточно много, зарезервированных, но они какие-то такие говорящие. То есть, в принципе, если вы некоторое время поработаете с любым языком программирования, то эти резервированные слова, они как-то у вас уже будут маячить в общем в сознании. Так, ну давайте попробуем быстренько пройтись, потому что на семинаре мы с матрицами с вами поработаем. Значит, мы уже говорили, что хорошо, мы вот с вами с векторами разобрались, но вектора это просто какие-то строчки, да, что мы будем делать со строчками. Мы говорим анализ данных вообще-то всякие данные, это не строчки, не какой-то набор там из пяти чисел, да, это так себе данные. Данные, они должны быть как-то уложены, представлены в какой-то форме. Значит, мы с вами говорили, что данные мы будем анализировать в большинстве случаев в табличном, в табличном виде. В Ари есть отдельно таблицы, мы вот уже со следующего занятия с вами посмотрим, как это все устроено. Но есть еще один тип данных, который называется матрица. Значит, мы с вами видели, что вот эти вектора мы с вами насоздавали, и у векторов есть размерность. Есть такая функция, которая позволяет узнать размерность. Если мы применим функцию dim, которая узнает размерность к вектору, он нам скажет ноль. В смысле, не ноль, а нул. То есть размерности нет, в принципе, у вектора. Ну, как бы, вектор это такая строчка. у нее есть только длина. Ну, это нул, это отсутствие. То есть, это не ноль, а нул. Он не может, не знает, что вывести на наш запрос. Я без понятия вообще, что же, как, что мне писать в размерность вектор. а матрица это вектор, у которого есть размерность. если мы вектор возьмем и сложим, как змеюшку, в подобие таблицы, то получим такую вот табличного вида вектор. И если мы у него спросим размерность, то тут он уже скажет 2 на 3. 2 на 3 это значит две строчки, три столбца. И в принципе, R всегда, если мы что-то у него спрашиваем, так как мы, значит, работаем с табличными данными, то мы часто будем обращаться к строчкам и столбцам тоже по именам, по номерам и так далее. Обычно сначала R нам говорит сколько строк, а потом сколько столбцов. И если вы обратите внимание, то вот этот вектор от единицы до шести, он у нас уложен по столбцам, то есть сначала 1, 2, 3, 4, 5, 6, то есть не по строчкам, а по столбцам. Это по умолчанию. Так, ну тут мы все уже обсудили, единственное, что мы не обсудили, это тип данных. Мы сказали, что вектор это данные одного типа, поэтому если мы берем вектор и укладываем его в матрицу, то и матрица у нас будет как бы вектор с размерностью, но этот вектор с размерностью будет одного типа. И там действуют все вот эти правила приведения, типов и так далее, и так далее. Ну и всякие математические операции, они работают быстрее, если нам необходимо что-то сделать с векторами, которые можно уложить в матрицу. Мы посмотрим на некоторые примеры, но в более поздних занятиях нашего курса. Так, мы с вами рассмотрели способы создания векторов про матрицы. В принципе, тут все то же самое, только мы задаем размерность. Мы создаем те же самые вектора, но говорим, сколько строк и столбцов уложить этот вектор. Все способы создания, которые мы прошли, они валидны. Просто в данном случае нам нужно указывать строчки и столбцы. Кстати, я говорила, что матрица укладывается по строчкам, по столбцам. Здравствуйте. Мы можем укладывать ее и по строчкам, если поставим соответствующий параметр. Мы спрашивали с вами про тип данных. если мы получили какой-то объект и думаем, что это матрица или не думаем, что это матрица или сомневаемся, матрица это или нет, то мы можем спросить у Ара, а это матрица вообще? Есть функция из точка что-нибудь. И если мы спросим, а матрица ли это? Он нам ответит true. Также есть всякий из вектор, по типу данных можно спрашивать, из номерик, но это мы с вами смотрели. Теперь есть две такие функции. Это если мы нагенерили кучу векторов и хотим из этого сделать матрицу. Мы можем взять и с помощью функции rbind от rowbind подставить эти вектора друг под дружку. Здесь мы взяли объединили два вектора и у нас получилась матрица. Единственное, что вектора должны быть одинаковой длины, иначе он нас отругает. И есть cbind, columb, bind, когда мы эти вектора можем не вот так подложить друг под друга, а вставить их как колонки. Мы говорили с вами про срезы еще. В матрицах все это валидно, как срезы. Нам нужно отобрать элементы, но тут единственная штука, что элементы у нас теперь есть как строчки, так и столбцы. И мы отбирали в векторе, мы просто говорили, сделай нам первый элемент, второй элемент, десятый элемент. А в матрице мы так не можем сказать, потому что нам нужно понимать, какую мы вот это первое, второе и десятое мы хотим к строчкам применять или к столбцам? Первое, второе и десятое что? Поэтому здесь мы задаем два вектора, список строк и список столбцов. и здесь мы вот допустим в примере говорим сделай нам второй элемент, в смысле возьми нам вторую строчку, третий элемент. Здесь тоже история, что сначала строчки, потом столбцы. Так, ну мы можем отбирать строчки и столбцы. В датафреймах это тоже будет валидно, мы посмотрим это на следующем занятии. Единственное, что по-моему, не знаю, 90% ошибок работы с матрицами и дальше с датафреймами это вот отсутствие или забывание про вот эту запятую дурацкую. Ну у меня во всяком случае. Поэтому если вы работаете с чем-то квадратным, вы имеете в виду, что вы отбираете и по строчкам, и по столбцам, и там нужна запятая соответствующая. Так, тут снова идет повторение того, что мы говорили про вектора, и здесь все валидно, то есть замены, сравнений, все вообще, все, что мы проходили про вектора, все это можно применять к матрицам, единственное, не забывать, что у матрицы есть столбцы и строчки, все, больше тут никаких премудростей не имеется. Значит, создать пустую матрицу, пусть у вас здесь будет, нам потом это пригодится, способы создания пустой матрицы. Так, и, наверное, да, последнее, о чем мы скажем, это про имена строк и имена столбцов. про вектора мы говорили, что можно задать элементам вектора имена, по умолчанию они не заданы. Если мы берем вектор и укладываем его в матрицу, то там тоже имена не заданы. Но, опять же, здесь есть имена строк и имена столбцов, по умолчанию они просто цифрками отображаются. Но мы можем их назвать. Мы можем назвать столбцы, назвать колонки, назвать строчки. Ну, в принципе, делается это точно так же, как мы задавали имена элементам вектора, только здесь есть специальные функции, это row names и call names. Да, и имена строк и столбцов должны быть уникальными. Особенно строк. Строк всегда со столбцами там чуть сложнее, но в принципе всегда старайтесь, чтобы они были уникальными. Потому что иначе вы и сами запутаетесь и в некоторых случаях это может быть большой проблемой. Но имена строк он вам просто не даст создать не уникальными. Так, ну и последнее это всякие справки и помощь. Значит, мы с вами уже разбирали эти функции type of из что-нибудь. То есть у R можно спрашивать, чего мы натворили, сделали ли мы вектор, является ли этот вектор численным и так далее. И помимо всего прочего есть справки по функциям. Еще раз, если вы забыли какую-то функцию, какие у нее параметры, для чего она нужна и так далее, и так далее, вот это можно набрать в командной строке и вам откроется прямо в RStudio мануал для конкретной функции. Ну и конечно есть интернет, куда можно просто забить эту функцию и посмотреть, для чего она нужна с примерами, с выходами на форум и так далее. Так, ну, на самом деле это все. Да, значит, здесь еще есть cheat sheet, это набор таких коротких команд, короткой выжимки, наверное, чего-то про базовый R. Посмотрите, там достаточно много всякой полезной информации, тоже такая квинтэссенция, «Квинтэссенция полезных команд», она, наверное, вам будет полезна. «Квинтэссенция полезных команд» и «Квинтэссенция полезных». Субтитры создавал DimaTorzok